Во-первых, хочу поздравить Якутян. Республика смотрится очень хорошо, занимает первое место среди подданных заявок. Но представьте, из общего количества заявок, это свыше 8000 заявок, 2800 заявок пришло только от жителей республики Саха-Якутия. По-моему, это уже говорит о успехе и востребованности в Дальневосточном гектаре. Агентство выполняет функцию единого окна. Согласно распоряжению правительства, оно вышло месяц назад, агентство отвечает за организационно-методологическое сопровождение закона, за продвижение закона, информирование граждан о существующих возможностях в рамках закона. Также вносит изменения в работу федеральной информационной системы и, что немаловажно, предлагает для граждан, готовит существующие меры поддержки. Также предлагает новые меры поддержки, которые будут возможны гражданам. То есть, иными словами, мы являемся активными участниками данного закона и, в том числе, отвечаем за работу горячей линии. За все обращения граждан, которые приходят, отвечают агентства и взаимодействуют с гражданами. Очень важный момент, что гражданин должны выбрать вид деятельности в течение одного года. То есть, весь год, чтобы подумать, изучить возможности, свои финансовые планы, посмотреть, что можно сделать на земле, и уже через год выбрать тот вид деятельности, которым он будет заниматься на Гитаре. На портале на Дальний Восток РФ, к слову, размещено свыше 30 бизнес-планов по видам деятельности, которые можно реализовывать на Дальний Восточной Гитаре. Начиная от создания домов быта, заканчивая этой фермой, как я сказал, охотоведческие хозяйства. Вот сегодня агентство завершает работу по опросу получателей на Невосточной Гитаре. Около тысячи получателей, ну, это неплохая статистика, да, это больше 10% граждан предоставили себе предложение, что же они хотели получить в виде мер поддержки с учетом данного закона. Поэтому большая часть граждан ожидает от правительства помощь в инфраструктуру, в строительстве обеспечения дороги, электричества, тепла. Но очень многие хотели бы получить поддержку такую, все равно с развитием их бизнеса. Например, кошеринговые центры или центры по совместному использованию средств маломеханизации, помощь в создании центров потреб кооперации, да, какую-то другую помощь, нового вида поддержки и грантов, да, для сельхозпроизводителей. Агентство, в данном случае, формирует вот те потребности, да, список потребностей, которые есть у граждан, и мы направляем это в соответствующие органы, да, министерства. Министерство сельхоз, Министерство Минэкономразвития и ряд других министерств и ведомств. Кстати, мы получаем запросы от граждан, в том числе, это помощь в организации бухгалтерского учета для групп хозяйств. Есть предложение и пожелание, чтобы агентство оказывало поддержку в создании поселений. Штука поселения, да, это, есть коллективная подача заявок, это 10 человек максимум, да, которые могут коллективно подать заявку и совместно сформировать участок. Если количество граждан будет достаточно велико, то, да, то уже есть возможность уже планировать территорию, уже оказание других услуг и сервисов, в том числе и подключение инфраструктуры. Тут очень много зависит от готовности граждан, от их зрелости и, в общем-то, организованности. Агентство готово взять на себя такую административно, такую организационную работу. Ну, надо сказать, что территория республики составляет свыше 3 миллионов гектаров, да, и в настоящее время гражданам доступно почти 28% всей территории, это 863 тысячи гектаров земель. Поверьте, это немало, да, для республики. При этом важно учесть, что даже если все граждане получат землю, понятно, что освоят не все. И земля, у кого-то изменятся планы у граждан, да, то есть в течение года он поймет, что он не хочет заниматься выбранным видом деятельности, вернет землю. Через 5 лет поменяются планы, то есть земля возвращается к государству. Постоянно ведется работа, над так называемыми зонами нельзя. Это серые зоны, которые недоступны для граждан, ну, в силу каких-то исторических причин, в силу каких-то отношений, которые были, решения приняты много лет назад. Зоны нельзя также пересматриваться, также расширяются все время возможности для получения земель граждан республики. Поэтому, первое, земли хватит на всех. Второе, ну, необходимо действительно предлагать варианты по более эффективному использованию существующего земельного фонда. Это совместная работа для наших коллег из соответствующих ведомств. Первое, февраля 2017 года начинается третий этап развития программы «Далевосточный гектар». Что ожидается? Во-первых, интерес у всех граждан России, он большой. На первом месте среди всех интересантов стоят жители Подмосковья, Московской области, также Санкт-Петербург, Ленинградская область, центральная часть России. И это понятно, потому что известно уже много граждан о возможностях жизни работы на Дальнем Востоке. То есть желающих будет много. И мы рассчитываем так, что по нагрузке, нагрузка, как минимум, удесятилица. То есть, если в октябре мы получали 2000 звонков в день, 1 октября, то 1 февраля будет не менее 20000 звонков. Соответственно, количество обращений на сайт, будет миллион обращений. Мы готовы, в данном случае системы, мы подстраиваем систему, ведем необходимую подготовку. Но, мне кажется, это хороший знак, когда граждане планируют приезжать, осваивать землю, приносить культуру, новые знания. И это же хорошо, когда нас становится больше. Здесь действительно, как я сказал, масс-медиа и средства коммуникаций, они являются такими, вот, ну, от них очень много зависит. Это донесение правил информации о возможностях жизни и работы на Дальнем Востоке, в данном случае республике. Это в том числе распространение истории успеха. Когда есть возможность узнать о том, что в друге время уже сделали, вот, ты боялся, ты сомневался, а кто-то это сделал, и вот этот кто-то, герой, он может рассказать о своем опыте, и более того, его тиражировать, используя дальше. Хороший воспитательный пример и для детей, и для тех, кто что-то хотел делать со своими руками на земле. Я верю, что, возможно, многое, очень, как бы, так, необходима поддержка средств массовой информации в донесении, вот, идеологии этого закона, с тем, что в дух закона, знания о законе были доступны каждому гражданину республики и всей Российской Федерации. Поэтому рассчитываю на поддержку Сахамедия и также на то, успешный партнер, который существует между нами, оно будет продолжаться и в будущем будет успешным. Сахамедия